Я буду приветствовать нашего гостя. Это политолог Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги за Международный мир и колумнист New Times. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Наблюдали вчера инаугурацию Путина, назовем это так, с очевидно скучающим и даже немного раздраженным лицом Владимир Путин слушал гимны и клялся на Конституции. Какие у вас ощущения оставило вчерашнее мероприятие? Никаких серьезных ощущений. Какое-то оно уже стало выходным от частого использования. Происходит некоторая инфляция и инаугурации, потому что, ну, сколько ж можно, в конце концов, действительно человек у власти очень долго, некоторое время ему еще осталось до сталинских масштабов. Брежнев уже оставлен далеко позади. Есть, безусловно, некая усталость материала внутри страны, но такая обреченная усталость, потому что ничего другого никто не предлагает, ничего другого не требуется. Сейчас уже есть ощущение, ну, какой-то безвыходности. Вот этот человек, он будет всегда, он никогда не исчезнет, даже физически. Вот есть ощущение такой глухой стены, ну, примерно такой, как было в последние годы Советского Союза, но Советский Союз закончился. Так что пройдет и это. Будет ли следующая инфляция, нам не дано предугадать. По логике вещей она все-таки будет. И управление продолжится. Так что нет практически даже эмоций и ожиданий. А с точки зрения картинки мы видели, как Владимир Путин буквально еле оторвался от бумаг, чтобы надеть пиджак и пройти в зал инаугурации. Потом остановился у какой-то картины. Как вам кажется, это импровизация на месте или какой-то продуманный сценарий? Я думаю, что здесь есть и то, и другое. Он сам себя режиссер. Прекрасно умеет коммуницировать с нерешним пространством. И вот эта остановка у картины показывает, насколько в сущности скучно вот это все. Это вынужденный ритуал. Он должен имитировать выборы. Он должен имитировать некое понимание поддержки основной массы населения. Но уже нет того энтузиазма, замирающего сердца, перехватывающего дыхание. Вот я президент. Да, я президент, но скорее такого уже монаршего свойства, незаменяемого, неизменимого. Так что ему, по-моему, самому скучно. Что вы можете сказать о его окружении, о людях, которые присутствовали на инаугурации? Что они транслировали? Что вы поняли по их реакции, по их каким-то словам и действиям? Никаких особых слов и действий не было. Были некие картинки, очень симптоматичные, когда, допустим, рядом стоят все силовики. Это производит впечатление очень грустное. Они стоят стеной такой. Элиты смирились с тем, что все это надолго, что надолго даже не сама, как бы даже горячая фаза военной, хотя это тоже надолго, судя по всему. В принципе, противостояние с Западом, то есть противостояние с тем, что заложено в Российскую Конституцию. Эти самые западные универсалистские ценности, они лежат в основании российского государства. А вот это противостояние этим ценностям, оно тоже надолго. И единственное, что может сделать элита, это продолжать адаптироваться к тому, что есть. Ну и, кстати говоря, эти же настроения, собственно, у, во всяком случае, большинства населения. Не у всего, безусловно, населения. Многие до сих пор находятся и в ужасе. Многие не приняли того, что происходит. Многие готовы сопротивляться. Но основная масса населения давно уже заняла, что называется, приняла позу зародыша. Не трогайте меня. Я в норке, мне тут как бы хорошо. Будем пережидать эти времена. Если понадобится долго пережидать, будем пережидать долго. Жизнь продолжается, она возможна, в принципе. И Путин эту возможность пока, во всяком случае, оставляет. Отличалась ли нынешняя инаугурация от предыдущих? Вот по настроению, наверное, да. По отсутствию сильных эмоций. По отсутствию вдохновения некоторого. Это все-таки очень такой серьезный ритуал. По тому, как обсуждалась, собственно, легитимность президента. Для многих он нелегитимен. Ну да, конечно, Конституцию изменили, но действия 20-го года принципиально важны для формирования вот этой последней стадии зрелости путинского авторитаризма или уже даже полутоталитаризма. Действия 20-го года, тут тоже есть вопросы к его легитимности этому действию. Даже если признать его легитимным, то сейчас все равно волей или неволей многие возвращаются к вопросу, а, собственно, ну, а сколько уж можно? Это все, он нарушил все возможные правила, в том числе свои обещания. Были в эти дни кадры, где он говорил, что никогда в жизни не пойдет на третий срок, что нужно соблюдать Конституцию и так далее и тому подобное. Ну, вот, есть такое ощущение окаменения, оцепенения, пронзовения, да, в этом есть что-то новенькое. Андрей, а как эта нелегитимность ощущается? Она ощущается ввиду того, что действительно, во-первых, были совершены некоторые действия с сомнительной легитимностью, хотя они освещены авторитетом Конституционного суда вот в этом самом 20-м году. Собственно, главное произошло в 20-м году, а не сейчас. 20-й год предопределил 22-й, между прочим. И все, что произошло с нами, не имею в виду не только, как бы, так сказать, спецоперационную вообще ситуацию в стране. И сама продолжительность правления, она тоже, собственно, способствует некоторым сомнениям в том, что лидер может быть столько лет. А существенная часть населения, наоборот, к этому привыкает. А исчезает ощущение возможности ротации, возможности альтернативы какой бы то ни был. Ну а что, а как бы не стало хуже. То же самое, как было при Сталине. Он был так долго, и он был так незаменимый, и был культ вождя, и, собственно, сейчас тоже есть культ вождя. И когда возникает мысль о том, что он куда-то там денется, а как же мы жить-то будем, это же вот без него-то, может быть, что-то случится не то. Когда Сталин номер, многие думают, что будет война какая-нибудь, да, хотя какая логика, наоборот. Вот, как бы, началась буквально сразу, до некоторой степени либерализация, но люди боялись каких-то трагических последствий кончины тирана. А как вы полагаете, как эту нелегитимность для себя трактуют путинские элиты, его окружение? Ощущается ли она и выливается ли она в чувство раздражения или, наоборот, смирения? Ну, нельзя же игнорировать этот факт? Особенно, если ты ближайший приближенный или, как минимум, подчиненный Владимиру Путину. Я думаю, наши элиты в целом и те, кто, на самом деле, большинство из них, кто с ужасом наблюдал за тем, что происходило с ними и со страной в феврале 22-го года, сначала испытали шок, потом этот шок каким-то образом пережили, каждый приспособился, как мог. А сейчас настала стадия абсолютного принятия того, что происходит, вовлечения в то, что происходит. То есть, это уже не просто такая служба по нужде большая, она начинает служить активно и креативно. Никто из них не помышляет о том, как помочь Путину найти выход из этой ситуации, то есть прекратить хотя бы горячую фазу войны. Мы в широком смысле с собственным народом, с собственным гражданским обществом, сколько было дров поналомано за это время, отмененные независимые медиа, отмененные гражданские организации, сбежавшие из страны ровное количество людей. Они служат только деструктивным задачам, в этом, конечно, проблемам. Ну, за исключением, естественно, финансово-экономического блока, который служит задачам конструктивным, то есть спасению экономики и, соответственно, благоприятным для людей среды жизни, уровня качества этой жизни. Соответственно, эти люди не задумываются о степени легитимности своего вождя, потому что, если он нелегитимен, нелегитимны и они. Им бы не хотел себя ощущать нелегитимными. Сами себя убедили в том, что нужно служить, что у них там совсем в глубине души. Мы этого не знаем, да, собственно, и знать этого не хочется, потому что они уже служат, они уже соучастники того, что сделано со стороны. Мы видели, как Владимир Путин встречал вот этот торжественный зал, как встречали его люди, собравшиеся на инаугурации. Среди прочих гостей были представители шести стран ЕС, в том числе и Франции, например, Венгрии, Словакии. Мы помним, что совсем недавно, буквально пару недель назад, ПАСЕ объявила о непризнании легитимности Владимира Путина. Что вы можете сказать о восприятии Владимира Путина и его нового срока в европейском мире на Западе? Как будет меняться отношение с учетом этой резолюции, но и с учетом того, что какие-то страны все-таки присутствовали на этой процедуре? — Всегда хочется сохранить надежду на то, что возможны осмысленные содержательные переговоры и прекращение вот этой ситуации, какого-то перманентного Карибского кризиса, когда ты все время ощущаешь себя на грани ядерной катастрофы. На самом деле Запад хотел бы избежать эскалации, но он бы и хотел поддерживать Украину, потому что это, по сути дела, оборонительный вал для западной цивилизации. Потому что страхи того, пойдет Путин дальше, не пойдет, они присутствуют. Есть рациональные аргументы в пользу того, что он дальше не пойдет. Есть не менее рациональные аргументы, что может пойти, но всегда хочется оставить элементы какой-то довоенной жизни, когда вроде бы есть какая-то возможность, минимальное окошечко приоткрытое для переговоров. В этом смысле не удивляет то, что была дана команда, соответственно, послу Франции Пьер Оливии присутствовать на этом мероприятии. Это то самое приоткрытое окно, но никто его не оценил, естественно. Были довольно оскорбительные высказывания, как всегда, со стороны российского МИДа. И по поводу Макрона, да, у него действительно достаточно противоречивое высказывание, противоречивая позиция, но и ситуация в мире уникальная. Никаких аналогов к поведению путинской России практически в истории нет. Это что-то удивительное, совершенно невозможное в цивилизованном мире. Поэтому реакции такие, в общем, немножко дерганные и противоречивые. Ну и, собственно, сигнал от государственного департамента США, что Путин президент, да, будем пытаться дальше с ним работать. Они тоже признали тот факт, что он президент. Легитимно-нелегитимно этот вопрос немножко отодвинут в сторону, но есть понимание того, что, скорее всего, все-таки каким-то образом договариваться с ним, наверное, когда-нибудь придется, или какая-то возможность появится, вот это сдерживает Запад, безусловно, от каких-то совсем уж резких шагов, и отсюда и вот эти противоречия. Ну, понятно, что Словакия, допустим, Венгрия, там особое отношение к той ситуации, которая сложилась, и они такие специфические члены Европейского Союза, но, тем не менее, там еще была Мальта, там был Кипр и Греция, ну вот из таких, так сказать, сверхкрупных стран европейских, Франции. Ну, это вот еще и попытка Макрона стать таким лидером Европы, человеком, который выведет Европу из кризиса, в том числе кризиса в отношениях с Россией, кризиса украинского и так далее. Андрей, но ведь статус задает тон общения и определяет протокол этого самого общения. В таком случае Владимир Путин, он для Запада кто? Президент? Президент, но нелегитимный. Просто переговорщик, военный преступник или все сразу. Можно как-то это классифицировать? Ну, ну, что все сразу, на самом деле. Все в одном. Именно в силу вот уникальности этой самой ситуации. И в силу нежелания эскалировать. В силу нежелания продвигаться дальше по пути к ядерной катастрофе, к такой подлинной Третьей мировой войне. Так что такой смешанный статус Путина, он, очевидно, до конца его дней ему же и обеспечен, когда его всерьез будут воспринимать страны того, что называется нашими идеологами мировым большинством. Но на Западе его легитимность всегда уже теперь до последних его дней, до конца его века, как сказал патриарх, будет эта легитимность ограничена. Продолжаем, честное слово, с политологом Андреем Колесниковым. Если у наших зрителей есть вопросы, обращаюсь к ним. Присылайте их, пожалуйста, в чат или в суперчат. Буквально позавчера вышло новое совместное расследование Фонда борьбы с коррупцией и издание проект про то, как изменился, наверное, главный, один из основных, все-таки, дворцов Владимира Путина в Геленджике. Мы видим, что, очевидно, наблюдается какой-то уклон в сторону религиозности, в сторону историзма, какого-то военного взгляда на происходящее. Как вам кажется, что именно поменялось у Владимира Путина и к каким последствиям это может привести? Видим ли мы проявление вот этой трансформации его внутреннего образа? Если да, то в чем это проявляется? Если этот дом, в котором, мне кажется, все-таки он вряд ли когда-то, либо бывал, считать неким выставочным домом, он отражает некоторые и вкусовые предпочтения, и этические, и эстетические этой власти в целом. Вот так бы людям хотелось построить жилье для Путина. Это же тоже отражает их догадки по поводу того, что Путину может нравиться. Ну, если раньше нравилось что-то более, так сказать, человеческое, игривое даже, то теперь все становится более серьезным, более таким сакральным, с оттенком религиозности, нарочитый. Да, это как бы такие подвижки в сознании. Это был какой-то период очень такого жевиального потребительского общества, и даже иногда в комическом смысле потребительского общества, какие-то совершенно невероятные предпочтения, невероятные представления о том, что такое роскошь. Это тоже отражалось в архитектуре, во внутреннем убранстве дворца. Теперь пришло время звериной серьезности. Она, безусловно, предполагает традиционные ценности, в том числе приверженность православия. И это тоже как бы отражается в архитектуре, во внутреннем убранстве. Ну, это же как бы внешние фасадные изменения. Внутри этот режим, на мой взгляд, особенно и не менялся. Он коррупционный по своей сути. Он всегда испытывал тягу к такому довольно низкопробного вкуса роскоши. Мы прекрасно знаем все эти дворцы, самые разнообразные, в том числе в Европе, которые были представители нашей элиты. Это не всегда образцы вкуса и сдержанности, которые цивилизованно-европейской. Ну, сейчас просто пришло время немножко на публику, или даже для себя, потому что ты сам для себя, публика, побить поклоны какому-то своему, так сказать, русскому богу, который, судя по высказываниям, патриарх русской православной церкви довольно жесткий. Бог, который требует жертв, в том числе человеческих, правда, обещает некие компенсации уже в загробном мире, а компенсации для оставшихся здесь тоже довольно существенные. На эти компенсации уходят деньги налогоплательщиков. Я имею в виду социальную поддержку разнообразную людей, имеющих отношение к боевым действиям. А как вы полагаете, мы продолжаем наблюдать за своеобразным заигрыванием с традиционными ценностями, или все-таки наблюдаем уже такую качественную, глубокую личностную трансформацию? Вот, например, очень показательно, как мне кажется, стало то, что в предыдущем плане Дворца Путина был зал игровых машинок, а теперь вместо этого зала возведена часовня с иконостасом, где изображены Иисус Христос, Богородица и святой князь Владимир. Аллюзии очевидны, но не очень понятно, насколько это все-таки имеет отношение к действительности. Ну, вот это ровно то, о чем мы говорили, такой макет. Макет идеальной действительности. Вот так она должна выглядеть, так должна выглядеть голова среднестатистического россиянина. Он должен сдвигаться от голой вечеринки перманентной к некому такому публичной, вот этой искусственной, имитационной демонстрации религиозности и приверженности тому, что называется традиционными ценностями. Ведь на этом делается, собственно, ключевой акцент. Это такая негативная идентификация. Мы-то как раз вот, мы-то носители этих ценностей, а вот на Западе их, собственно, и нет. Что, естественно, неправда. Люди какие-то до сих пор оказываются на Западе, там что-то как-то слабовато с ЛГБТ, там есть семьи нуклеарные, стандартные, там есть дети, об этих детях заботятся. Там, в принципе, как-то устроена жизнь, более-менее нормально, очень похожа на ту жизнь, которая устроена в городах больших, по крайней мере, в Российской Федерации. Больше того, есть Конституция Российской Федерации, где про ценности и принципы тоже сказано. Это принципы международного права. Есть даже такое слово, удивительное, в Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы международного права. Там нет никаких традиционных ценностей. Это все как бы придумки. В Конституции есть статья, которая признает идеологическое многообразие и запрещает государственную идеологию, которую нам, де-факто, навязывают. В том числе учебниками, в том числе ритуалами, в том числе вот этим доминированием официальной русско-православной церкви. Так что это все, безусловно, наносное, но оно определяет как бы облик нового человека, человека эпохи зрелого путинизма. Вот он должен быть такой. В голове у него, так сказать, мечта о голой вечеринке, но пока вынужден как бы заниматься этим тайно. Собственно, публично он бьет поклоны православному богу. Я могла бы это понять, если бы в Геленджике действительно стоял апарт-отель, и у каждого россиянина была бы возможность зайти в этот апарт-отель, к этому макету приложиться и условно для себя вот внутренний компас немножечко подкрутить и скорректировать. Но Путин, он же не среднестатистический россиянин. Ему зачем этот макет? Он же внутри собственного дворца может позволить себе все, что угодно, и может на такие мелочи не тратиться. Ну, у него же много дворцов. Это как бы рынок предложения. Ему построили этот дворец. Повторюсь, я не очень уверен в том, что он им пользуется. У него есть другие резиденции. Думаю, что там, поскольку они государственные, там все как-то помягче, в смысле вот убранства внутреннего и намеков на идеологические изменения. Он вправе этим пользоваться, вправе не пользоваться. Но в принципе, в каком-то смысле, страна живет в голове Путина, устроена как путинская голова. Вот он видит страну вот так. Он видит ее вот такой, какой она стала сейчас. Ведущий спецоперацию, бьющий вот эти, так сказать, лицемерные поклоны, апеллирующий к сбережению народа, в то же самое время не сберегающий этот самый народ, должным образом, мягко говоря. Вот такова голова военного пенсионера после второго года рождения со своими предубеждениями, с той биографией, которая у него сложилась. И мы вдруг оказались внутри этой головы, потому что режим персоналистский стал. И с этим существенная часть населения согласилась, в том числе методом голосования за него теперь уже в пятый раз. Ну, внутри этой главы, к слову сказать, оказались не только мы, но и, например, патриарх Кирилл. Я не знаю, наблюдали ли вы за вчерашним днем в таких подробностях, например, вот его выступление, где он даже оговаривается в начале и хочет назвать его «Ваше величество», потом переходит к «Ваше превосходительство». Это, честно говоря, уже настолько неловко, что неприлично немножко обсуждать. И вот эти его пожелания, праведия до скончания века, когда каждый трактует это как-то по-своему, кто-то предполагает, что век имеется в виду конкретно жизнь земная Владимира Путина, кто-то уж экстраполирует это на более широкое представление о том, что век – это вот до конца XXI века. К чему вот эти условности, к чему эти ритуалы? Для кого это, для чего это? Или Владимир Путин просто потешается? Нет, конечно, роль РПЦ, тем более ритуальная роль, очень важна для человека, который является помазанником Божьим фактически. Он же не просто президент, он помазанник Божьим. И это подчеркивается, вот эта связка его не… Он же не к раввину пошел, он пошел к священнослужителю Высшему Русской Православной Церкви. Это все религии равны, но одна из них равнее. И даже не религия, а скорее ее внешняя такая официальная оболочка. И человек, который эту оболочку воплощает. И это дополнительная легитимность. В глазах кого-то религиозное освещение деятельности Путина, оно дополняет его такую неформальную легитимность. Он еще и с Господом близок, с нашим русским Богом. Или это очень важно. Кому-то это может казаться смешным, но кто-то это воспринимает всерьез. И Кирилл, в общем, ему позволено говорить те вещи, которые чиновник сказать не может. Чиновник связан все-таки с какими-то законодательными ментами. А этот человек может сказать, ну подумаешь, что до 1936 года он может править. Да нет, до конца века, до конца физической, человеческой жизни Путина. В этом открыто говорит Кирилл. Ему дозволено. Он, конечно, государственный чиновник на самом-то деле, но формально нет. Формально он может говорить все, что хочет. Вот он и сказал, собственно, главное, что Путин будет править до того момента, пока это вообще будет возможно в физическом смысле. В физическом, политическом и так далее. Вот он проговорился, что называется. Может, у Путина даже план еще не очень выработался, что он там делал после 30-го, после 36-го. А Кириллу ему подсказывают, но в глубине души вы же понимаете, что все это до конца. И граждане должны это понимать. Граждане понимают, да, значит, надо адаптироваться дальше к тому, что есть, и не рыпаться. А вот интересно, что будет с РПЦ после Владимира Путина? Мне кажется, можно уже констатировать какое-то внутреннее разложение этого института, во всяком случае официальной ее части, вот представительской части, которая сейчас ничем не отличается от путинских чиновников. Вот после Путина, что будет с РПЦ как с институтом, как с организацией, как с общностью людей? Как вы думаете? Да, есть разные вещи христианства и православный ветвь христианства, и, собственно, то, что превратилось официально РПЦ. Вот у нас есть ФСБ, у нас есть РПЦ. Это, в общем, по сути дела, часть государственного политического механизма, управленческого механизма. В этом смысле, кстати говоря, еще одно нарушение Конституции, церковь у нас отделена от государства, а здесь она фактически с этим государством слилась уже очень давно. И даже вот эта часть ритуала инаугурации с помазанием вот этим, или что, как это называлось, благословение или что там, она говорит о том, что церковь, да, это по сути де-факто государственный институт, не де-юре, а де-факто. А раз это так, раз это часть государства, часть его идеологического аппарата, часть его пропагандистского аппарата, управленческого аппарата, после Путина российское государство будет меняться. Кто-то говорит переучреждаться, кто-то будет, говорит, либерализовываться, нормализовываться, все что угодно, или, наоборот, ужесточаться. Соответственно, РПЦ после Путина будет переживать все то же самое, что будет переживать государство. Если государство будет либерализовываться, приходить в соответствии с Конституцией, хотя бы даже той, которая есть, то и церковь тоже будет приходить в соответствии с Конституцией, то есть отделяться от государства и приобретать какое-то, в общем, в большей степени гуманистическое человеческое измерение. Если государство будет ужесточаться, хаотизироваться и так далее, церковь тоже будет служить дальше этому самому государству, как институция насаждения мракобесия в стране. То есть тут очень многое зависит от того, как будет меняться само государство после Путина. К слову, про 1936 год. Вы тоже так вспомнили уже про эту дату. Она в каком-то смысле уже сакральная, если мы говорим про Владимира Путина, потому что, судя по всему, свою жизнь он распланировал до 1936 года, если не сказать, что дальше. Очередные майские указы были приняты. Забавно, насколько они повторяются по сравнению с теми указами, которые были приняты, например, в 1918 году. Это, в частности, в вопросе о сохранении и увеличении средней продолжительности жизни. Есть ли в этих указах какой-то смысл? Для кого? Для чего? Действительно ли Владимир Путин озабочен этими вопросами? Вот, например, акцент на сохранении населения. О чем нам говорит? Честный ответ ни о чем. Потому что это формальные цифры. Они важны для бюрократии. Но, в конце концов, есть опыт исполнения майских указов. Таких же майских, допустим, 2012 года. Это в чистом виде бюрократическая подгонка неких формальных результатов под формальные цифры. Никакого отношения к реальной жизни людей, пожалуй, это не имеет. Или очень косвенное отношение. Или это как бы измеритель того, куда и как потрачены деньги. То есть вопрос расходования средств целевого, проверяемого, там, счетной палаты или кем-то еще. Это вот бюрократическая задача. Но к реальной жизни все это имеет очень-очень небольшое отношение. Как вот эти цифры, 78,365 или что-нибудь в этом роде. Это все очень условно. Важно для такого государственного тонуса. Имеет ли это пиар-смысл в смысле продвижения идеи государства развития. И тоже очень сомнительно. Не думаю, что люди обращают очень серьезное внимание на все эти указы. Хотя создается общее впечатление, что государство занимается социальной политикой. Что оно поддержит, что оно поможет. В этом смысле более эффективны такие вещи, как, например, послание президента. Где он обещал гигантские траты на разные цели. Прежде всего на те слои населения, которые вовлечены в обеспечение боевых действий. Семьи солдат, офицеров, сами солдаты-офицеры. Социальная поддержка многодетных семей, которые должны производить следующее поколение солдат, офицеров и работников военно-промышленного комплекса. Это все присутствует, это все понятно. Где лучшие карьеры в силовом секторе или военно-промышленном секторе? Продлится ли это 10 или 20 лет, никому не понятно. Но пока это предложение раскрывается дверь туда, куда стоит идти, чтобы получить деньги. И как бы жить и работать на благо страны, так как это благо понимается сегодня. Ты еще и героем можешь стать. Тебя поощряют, ты морально поощряем, у тебя морально поощряемое поведение. Вот на это настроена система. Да, какой-то эффект есть, но сами цифры, это безусловно больше в бюрократии. Потому что если посмотреть, как исполнялись предыдущие программные документы, предыдущие указы, предыдущие национальные проекты, почему-то никто не отчитывается по ним, не говорит, выполнили мы эти цели или нет. Человек уже почти 25 лет в власти, каждый раз начинает как заново. А вот теперь-то, наконец, мы достигнем цели. Вот 10 лет назад то же самое говорилось. Вот теперь у нас есть возможность достичь, догнать Португалию. Все уже забыли, что мы ее догоняем и никак не догоним. Вот такой, как бы, самопроверки нет. Опять ставятся какие-то новые задачи, новые цели. И вот теперь-то, наконец, все будет хорошо. Ну, хорошо, давайте еще 25 лет поживем при этом человеке и в таком режиме. Посмотрим, что с нами будет. Вот этот указ, который был опубликован, как раз заглавлен следующим образом. Указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036. А так вообще пишут? Это нормальная формулировка? Вот при советской власти писали и на период до такого-то года, и на период до такого-то года. Так, а про перспективу писали что-нибудь в Советском Союзе? Пол перспективы не употребляли. Может быть, это они специально отгораживаются от советского словаря. Но на период как-то вот перспектива, может, такое хорошее слово, что у тебя вообще есть перспектива, в принципе. На период это как-то уж очень бюрократично. Кстати, один из последних советских документов, или даже не последних, там был на период до 2000 года. В том числе власть советская рассчитывала жить долго и счастливо. Мороча самой себе голову и, соответственно, населению. Это тоже вот давняя такая, скорее, бюрократическая, менеджерская традиция строить такого рода планы, потом по ним не отчитываться толком, тем более перед населением. И забывать о том, что все, что планируется сейчас, уже было спланировано лет 15 назад и до сих пор не выполнено. Так что, да, пишется так, пишется. Продолжим. Мы все как-то сильно далеко от Путина не уходим, как бы нам не хотелось. Была и встреча с правительством, с Мишустиным, с его командой. Тоже вроде как все прошло тихо, спокойно. Владимир Путин никаких громких заявлений не делал. Мишустин тоже был в рамках протокола, насколько можно об этом судить. Как вы думаете, какое будущее у Мишустина и у его команды? Владимир Путин решится на какие-нибудь серьезные перестановки? Думаю, что краткосрочное и даже, может быть, среднесрочное будущее у Мишустина есть. Во всяком случае, ничто не указывает на то, что его нужно было бы снимать с должности. Потому что считается, что экономика развивается успешно. Формально за хозяйство, отвечает премьер-министр, при таких показателях ВВП, при таких показателях формальных, опять же, роста располагаемых доходов и зарплат. За что его снимать-то? Политически удобнее действительно снимать козла отпущения, но когда все плохо. Допустим, через три года, условно, четыре, будет совсем все плохо. Можно снять Мишустина и сказать, что он, во-первых, засиделся. Нужно больше динамизма. Да и показатели снижаются. Это все правительству виноват, а президент не виноват. Банальнее, совершенно, в очень упрощенном виде ситуация. Так, собственно, и делается. Как вот Черномортина снимали в 98-м году. Тогда оказалось, что он очень долго сидел, а всего сидел пять лет. Мишустин уже четыре сидел. Даже больше. А кажется, что недавно появился. К тому же, сам Путин сказал, что Мишустин успешно прошел тяжелый период пандемии. И, значит, наше противостояние с Западом. Так что, молодец. Какие-то перемены в правительстве? Ну, будут, наверное. Ну и что? Это что, отменят экспансионистскую политику Владимира Владимировича Путина? Да нет. Это отменят сверхусилия финансово-экономического блока, чтобы сбалансировать бюджет. Каким-то чудом в очередной раз добиться получения дополнительных доходов. Да нет. Так же будут мучиться. Я не думаю, что Путин очень серьезно будет менять людей в финансово-экономическом блоке, потому что у него есть инстинкт самосохранения. Он может назначить экономистов такого условного, кинсианского толка в большей степени, чем нынешний. Но тогда у него поплывут все докоды расхода, бюджет не будет сбалансирован, инфляция выйдет совсем уж из-под контроля. Ну, кому это надо? Так-то рубль уже ослаб. А если не будет какой-то Набиулина или Вилиси Луанова, он ему совсем все пойдет в разнос. Это ему не надо. Совсем. Так что он будет предпочитать такой достаточно консервативный подход в этом блоке. Что там с силовиками? Ну, это черный ящик. Тридцать раз там рассуждать о судьбе Шойгу. Но вот завтра пора. Мне почему-то кажется, что его примет Шойгу все-таки, а не какой-то новый министр, которого назначат в последний момент. Кстати, вы так сказали, что завтра парады действительно. Как-то оказались мы в точке, когда парад уже становится рядовым событием. Какое значение, кстати, будет иметь 9 мая и празднование 9 мая для путинской системы сейчас? Оно еще имеет хоть какой-то сакральный смысл? Сверхсакральный смысл, сверхважный. Этот праздник всегда был важным, клеем нации, скажем так. И всегда, все годы, даже десятилетия социология показывала, что это самый важный праздник для населения. Он имеет священное некое значение. То, что он профанирован тем, что сделал Путин, то есть идет серьезнейший военный конфликт между странами, которые в иную эпоху победили фашизм и были как бы вместе. То есть Украина, Таджикистан, Армения имеют такое же право на празднование 9 мая, хотя многие празднуют 8 по западному стилю, что называется, как и Россия. И Путин узурпировал это право, что я главнее всех, и я праздную настоящий праздник. Это несколько как бы снижает, эта апроприация Путина от его праздника снижает его положительный имидж, скажем так. Для людей, которые Путина не поддерживают, не поддерживают то, что он делает, этот праздник все равно остается священным и главным. Потому что это праздник семейный, это праздник частный, это праздник очень важный для многих до сих пор. Но что-то главное пропало, а пропало вот что. Потому что смысл этого праздника был в том, чтобы никогда больше, а его превратили в праздник, можем повторить и повторяя. Непонятно, что мы повторяем, совсем не то, что делали наши прадеды и прав прадеды. Но, тем не менее, Путину удается наладить вот эту историческую связь Великой Отечественной с тем, что он делает сегодня и сейчас, говоря о том, что это то же самое. На нас всегда нападал Запад. Гитлер или Наполеон, или Байден, или и так далее, это все одна шайка-лейка. И, соответственно, нынешняя спецоперация, это, по сути дела, историческое продолжение Великой Отечественной освободительной и оборонительной войны. Вот что он сделал с праздником. Это жуткий, совершенно антропологический ментальный взрыв, ментальная революция негативного, безусловно, свойства. Мы утрачиваем смысл праздника, он уходит из наших рук, его просто приватизируют те люди, которые сейчас находятся в власти. Вот как раз хотела у вас уточнить, вот исходя из сегодняшнего дня, учитывая, что вот этот клей, праздник как клей, как вы, собственно, и выразились, пытаются склеить. Вы скорее склонны предполагать, что Владимир Путин мало того, что смог приватизировать 9 мая, так еще и использует этот праздник ровно в тех целях, которые он преследует? Конечно. Конечно. Этот праздник является одним из элементов, одним из самых важных элементов оправданий на того, что он сделал 24 февраля 2022 года. А почему нельзя его отделить просто от этого праздника? Почему, в чем сложность? Это наша, собственно, работа внутрисемейная, самих себя. Я в состоянии сам отделить праздник 9 мая, свой праздник 9 мая, от того, что из него делает Путин. Многие не могут. Для многих очень сложно, собственно, вот это разделение. Но как же это? Это главный праздник. Я его должен праздновать вместе со своим государством, потому что оно его отмечает, это государственный праздник. Такие вот очень противоречивые чувства нераздельности с собственным государством, потому что это его тоже главный праздник, как и мой. То, что государство сейчас неправо или делает что-то не то, ну ладно, делает что-то не то, но мы же все-таки, мы из поколения победителей. Вот это страшно сложный такой психологический, ментальный процесс. Но я думаю, что для людей, так сказать, доброй волей не составляет сложности отделить свой праздник 9 мая от манипуляции этим праздником со стороны Путина и его пиар, пропагандистской команды. Вот мы с вами обсуждали будущее РПЦ, а какое будущее у 9 мая, после Путина? Этот праздник еще будет существовать? Думаю, все-таки будет, хотя новым поколением будет очень сложно преодолеть не только большую историческую дистанцию между тем, когда была эта победа и что она значила, но и просто вот сам путинский период, период упрощения представления о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о ее значении, о событиях, которые тогда происходили, он очень сильно исказит, конечно, общественное сознание, тем более молодых людей. Я думаю, что после Путина этот праздник не будет иметь такого фундаментального значения для нации, может быть, даже он перестанет быть клеем нации, хотя во многих странах, как мы знаем, европейских, до сих пор, что Первая мировая война имеет огромное значение для национального самосознания, поэтому, если правильно поддерживать образ этой войны, безусловно, она может остаться чем-то страшно важным и для грядущих поколений, но придется все-таки вернуть подлинную историю этой войны. Мы долго боролись за честную историю Второй мировой, и эта борьба происходила и при советской власти. Большие истории, малые истории, возвращение памяти вообще не сразу, между прочим, праздновало 9 мая. Это Брежневский праздник в 1965 году, собственно, он учредил парад, и 9 мая стал выходным днем. До этого, при всем уважении к поколению военному, собственно, этот праздник не возводился в ранг главного праздника. Что происходило с поколением, какие процессы, хорошо показаны в фильме «Белорусский вокзал» с 70-го года. Это поколение ветеранов еще не так уж и ценилось тогда, хотя действительно, Брежнев делал все, чтобы это поколение оценили по достоинству. Собственно, наше представление о том, как нужно уважать старших, они оттуда, из брежневского времени, и это не в негативном смысле, а скорее позитивно. Так это было построено. Дневники, и с Константина Симонова, который не пропускал главку. Это потом их напечатали. Разговор Симонова с Брежневым, когда Брежнев сказал, ну что ты, ну главное, мы победили, а вот цена победы, вопрос второй. Увольнение из института истории, исключение с партии, историка не кричи за книгу июнь 1941-го, ровно за правду о войне, о том, как она начиналась, почему она шла не так, как хотелось бы, особенно в самом ее начале. Сейчас это выпало абсолютно из национального дискурса, на это никто не обращает внимания, есть просто вот совершенно пластмассовое, такое вот пышное, победительное, очищенное от нюансов и деталей, действо, ритуал. Серьезно есть книги, их никто не читает, Центр изучения Великой Отечественной войны был в высшей школе экономики, насколько я знаю, упразднили, упразднила новая администрация, естественно. Какое там изучение у нас, не надо что изучать, у нас все изучено, у нас есть как бы основной дискурс, вот читайте Мединского, Таркунова, там я не знаю, все что угодно, слушайте Путину, он вам про войну все расскажет. Ставится под вопрос сюжеты, которые давно уже разработаны и известны любому, так сказать, человеку, историку и даже принятой властью, да, история Катыни пересматривается сейчас, притом, потому что Путин на коленях стоял перед Катынским памятником. Нет, сейчас официальная как бы историография говорит, да нет, это все, так сказать, искажение на самом деле, все-таки, все-таки это немцы расстреляли этих поляков, а не НКВД. Это фантастические вещи, опять же, это ментальный взрыв, ментальная революция для нации. Нация уходит совсем не туда, она совсем уже заблудилась, ну, нет ничего, вот, мы на это обращать не будем, не будем, мы закроем глаза, мы будем вот праздновать Путинский праздник. Тяжелый шторм. Все это, конечно, звучит совершенно чудовищно. Но, тем не менее, будем за этим продолжать наблюдать и обсуждать, и как-то пытаться анализировать. Спасибо вам большое.